Субханаллах, на этой неделе читал три джали Азаду Субханаллах, начиная с начала недели, один брат умер, его похоронили, потом второй брат умер, его похоронили вчера вечером, только прилетел с Киргизи, там одного брата похоронили, Субханаллах, как сказал брат Мухаммад саллаху алиху, салям кал-кабр, азамаллах. Самое лучшее напоминание это могила, когда ты смотришь на могилу и представляешь и понимаешь, что тоже все это быстро пройдет и мы тоже все вяжем эту могилу, поэтому Усмана, когда приходил брат Мухаммад на могилу, плакал, смотрел на могилу, плакал, и тогда говорили другие сподвижники, я Амир Мухмени, Бог правитель правоведный, Мы тебе напоминаем, делаем напоминание о судном дне, ай, об Азии, ты не плачешь, а плачешь в могилу, то есть опять же, каждый человек приближается к Аллаху Субханаллаху через что-то, кто-то, например, просыпается ночью для того, чтобы почитать намаз, и что его подталкивает, боязнь попасть в ад, кто-то, это его, так скажем, двигатель для того, чтобы он проснулся на эту молитву, или чтобы сделал благого тела, или то, чтобы остальное было от Харана, кто-то, например, двигает им то, что остановишь на первую очередь, то, что он хочет попасть в рай, скучает по раю, и это его, а кто-то есть, кто-то скучает об Аллахе Субханаллаху, когда Фуран читает, например, бывает человек, например, «Ядээфа», то есть именно вот чувствует вот эти вот аяты Фурана, когда читает, например, об Азии, начинает плакать, кто-то про рай, плакает от радости, кто-то, когда, когда Аллах Субханалла говорит о семье, о своем величии, это его сердце больше задевает. Так что Фуран Абхаллаху Амин больше сильно задевал, это что? Могилы, когда он смотрел на могилу и сказал, когда ему спросили, почему, когда ты вспоминаешь рааль, ад, не плачешь, а плачешь, когда рассмотришь на могилу, на что он ответил, поистине, могила, это первое начало речности. И Абу Хурейра, Аллаху Амин, перед смертью плакал. Абу Хурейру, Субханаллаху, что у нас уже говорили сахабы, саджилии, которые передачи хадисов от рода Мухаммада, и тогда спросили, почему ты плачешь? На что он сказал, я плачу, потому что передо мной еще длинный путь. Вот когда мы в Аль-Хараме читали намаз джаназа, то в Мекке был, после каждого джаназа намаза есть джаназа намаза, в основном, хроник. И имам когда призывает, ас-саляту а'ля муатера, я архаму кулу Аллаху, и все мы стоим, читаем. И в этот момент, Субханаллаху Абхаллаху, я читал муслим в Аль-Хараме, я говорю, знаешь, какая разница между нами и именем. Мы думаем, что в Аль-Хараме все закончилось, хотя это не так, только началось. Поэтому жизнь это что? Да, в плане возможности все закончилось. Но именно в плане души она дальше в Барзах. Сколько там будет в Барзах? Аллаху Амам. Тысячелетия лежат в джанузе могилы, потом соль надей начнется, потом хейса, потом сила. Только начало пути после смерти. Поэтому жизнь это что? Есть начало, но нет конца. Когда человек уходит из этой жизни, другое измерение. Барзах, потом с Барзахой. Уми варайхин, барзаху лилайю, уми баафун, потом судно-день, все воскрешают из могил. Аллаху идут, отчитываются перед Аллахом, Субханаллаху Абхаллаху, «Тарейхум Фильжанину, Тарейхум Ф acknowledging о посетке поissen됐 Connecticut» Ихов идут, ведут в врафах,otaолματα салануз. Других людей кинут в адр, джианал, наказали. То есть только, все начинается. Поэтому Субханаллах. Мы в этом понимаем, но человек, который живет в этой жизни без веры, какая-то проблема куда-то, долги. Что так начинается, жизнь с суицидом. заканчивая, думая, все, освободился. только начинается поэтому мы в этот момент сам себе ваше то что мы не понимаем и когда человек мусульманин уходит из этой жизни у кого-то по у кого-то брат близкий человек был мусульманин и ушел мусульманин а вот мы не знаем такой был один проповедник великий ученый всегда призывал к единопожию давал уроки потом уехал в америку начал изучать эту странную культуру и так далее стал ливералистом иначе кто мы с вами против мусульмана также конечно каждый из нас поэтому у каждого большой достаток огромный достаток и в этот момент у нас человека до могилы провожает три вещи его провожает семья его имущество его дела его семья вернется в этой обратно когда он похоронен пройдет время уже так сильно скучать не будут пройдет сколько лет уже первые дни дуа много делали после этого уже не так много буду делать уже не будут так сильно они обучаются имущество его разделили без него придут родственники нам дайте долю это все что он старался трудился умирают это все не мужу сабо могилу даже даже одну пару носков не возьмем потому что после надо делать полностью без затеяния и заварить кафе а что уже говорить о другие мощи растения без него а что с ним останется в тот момент когда он будет нуждаться так сильно и для него будет в могиле ночь такая ночь которая не похожа на другие ночи он увидит ангелов ему будут задавать вопросы может быть он испугается вот в этот момент ему поможет ему дела как сказал дураку Мухаммад Судару алейху саляту он увидит в могиле если был праведником верующим мужчину с белым прекрасным лицом и скажет тогда кто ты твое лицо а он допоминает что ты благое радует меня тогда этот человек так далее я твои благие дела ты меня таким красивым сделал я твой пост который постился я твой намаз который читал я твое послушание родителям я твой садата я твой чтение хуаля я твой благой нрав я твое уважение к старшему ты меня так и не делал красиво и тогда он откроет занавес в рай и он увидит свое место в раю там ангар, джигар, джигар это ни с какими миллиардами, миллиардами, долларами не скромет то что глаз не видел то что ухо не слышал человек такой даже не может себе представить это джигар, это ухо не слышал, что уфа у джигар в джигар в морейка, маленькое местечко в рай лучше, чем об этом джигар, это джигар что вот ухо не бывает, что а это джигар, и все богатство которое ухо не есть тогда что он увидит, обрадуется, сказал я рады а ты миссиа, хаттар джигар я благо ел… господь сделай так, чтобы судно день побыстрее наступил, чтобы я зашел в рай, встретился со своей семьей, встретился с своим имуществом, которым я ожидаю в рай И вот как мы и бываем в этой жизни, бережем свое имущество, бережем своих детей, чтобы наши дети подростком возрасте с кем-то не познакомились, с ненужными людьми, с какими-то хулиганами. И вот как мы бережем свое имущество, чтобы это имущество копим, откладываем и так далее, в первую очередь мы должны беречь свою религию, в первую очередь мы должны беречь свою религию. Поэтому Аллах Субхану Аталию в Коране сказал, какая же награда, если человек крепко стоит на религии, Аллах Субхану Аталию говорит, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, ليستخلقنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. И не тот, что вы таким имущество копименет, этих цир до слона,атели оставили в направлении на сцене Mikе, Амнан, некоторыеоты, они не имеютpadу, которые накатаны на сцену. Это как вы сказали? Как вы сказали? Я не утверждаю? Вnoc decisии то есть она,可 follow вам бытьLas будетicular. делами благими делами этих людей как сделать приемниками на этой земле подобно как сделал приемниками тех кто был до них Ибрахим Алисин, Ибрахим Алисин, Якуб, Юсуфу, Сааисин, Мухаммасу Алисин. И Аллах даст возможность им в религии, в той религии, в которой он доволен до них. То есть даст возможность в религии, имеется в виду, даст Аллаху возможность правильно поклоняться должным образом Аллаху. Если он уверовал на тело благие идеи. Их страх Аллах заменит в безопасности. Они не будут ничего бояться, кроме Аллаха. И они будут поклоняться мне, не будут предавать мне сотоварищи. Какая велика награда. Человек, сколько сейчас мужчин, который поклоняется идолу. Какому-то идолу поклоняется созданию Аллаху, поклоняется луне, солнце, нурке. Я на прямом пути. Он думает, что он на прямом пути, но он сбился в прямом пути. А этот человек, который будет уверовал искренне, в Аллаху, Субхану Али, будет поклоняться. Одному Аллаху, Субхану Али, Аллах даст ему безопасность, уберет в своем сердце страх. Аллах, Субхану Али, даст ему возможность новой религии. И он не будет делать череп Аллаху, Субхану Али, будет поклоняться там Аллаху, Субхану Али. Также, корот Мухаммад, Саллаху Али, в наше время, есть много слов, много фитр. и поставили на вас салава алиса пояснил хадис и сказал как относиться к этому фитнесу в чем человек заход в интернет с намерением дихо алимискан чтобы сделать сам попадает какую-то щупку какое-то сомнение исходят или человек много приходит рассылка сейчас телефоне разными достали информации просто подается не проверяет информацию сбивается среди посмотрел на что-то опережать блоге я смуты то есть если смута какая-то есть не разбираться смотря какая-то ситуация глобальное происходит он маленький может на него повлиять идет его комментировать его никто не слушает он подается и падает на письмо лучше это время за ним влаги идея и сказал бог мухаммад алиса и какие будут фитны фиасы за на пересаду нём какие будут стопы какие-то или на подобные это темноты ночи то есть когда ночью в лес если человек из фонарики вышел не может видеть дорогу даже бедуины когда идут по пустыне они полуле аминтируются если с темной погодой не смогут занимаетесь и здесь облако закрыло поэтому вот так уже будет непонятно темно где дорога куда идти куда завернуть или как сейчас без навигатора человек например едет не знаю какой поворот его завернуть куда проехать так же будут видны человек не может понять это хак или бадан это истинная ложь поэтому что чтобы туда не впасть не лезьте туда делайте лучше облаките я не больше викр ассалям намаз благоу садака то есть сделайте замените себя чем-то благим и потом про мухаммад саллах алисанх прияснил и сказал юсуфиу прожилу мукминам ва юси кафира человек если пойдет в эти фитны проснется верующим а заснет уже неверующим поменяем свою ценности своей религию намаз садака благое отношение к родителям изучение какой-то мелочи жизни какие-то новости какие-то суты и собьется напротив этого пророк мухаммад саллах алисанх пояснил нам братья мои если мы будем делать благие деяния этим занимать свою жизнь то какая награда что пропускала сказал придет время для людей это во время сахара как раз наше время сейчас придет такое время если человек будет делать благие деяния будет брать награду подобных 50 из вас обращайся и 50 подобно пятидесяти из них таких же людей как из них или из нас потому что среди вас есть кто кто может помочь вам делать благое не будет того кто сможет поправить только стоит она нас подсказать а тут живой поэтому и будет так и велика на столе класса лава алиэса то есть свой день человек может быть не можно найти имущество из халала спадает какую-то смуту пропадает грега какие-то сомнения в акрите некоторые люди начинают сомневаться существует ли Аллах субханалли или нет некоторые просто какого-то заболевания пить алкоголь говорят чуть-чуть нужны и так далее хотя это храм что в малом количестве, что в большом количестве и какие-то себе они ищут некое оправдание ему тот, кто сказал, это тот, кто ему сказал и не знают, как правильно слышать поэтому Праб Мухаммад сказал, что он будет крепко держаться за Кур'ан, за Суру, за религию Аллаха ему будет награда потом на 50 сахар также Праб Мухаммад сказал, что мы больше простили дуану Аллаха, чтобы Аллах укрепилось на этой дуану Аллаху, чтобы укрепить на этой дуану это очень важно даже про Мухаммад сказал, как сам делал вы знаете же дуану Аллаху и я мукалину в группу, это это в кальд али-дь о переворачивающие сердца людей укрепимому сердцу дуану и взял этот пример Ибрахим 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 когда когда устроил Каабу своим сыром Исмаилем приказ Аллах приказал устроить Каабу когда он кирпичик за кирпичиком ставил в этот момент делал дуан который проявляется в сутки Ибрахим ваджлибнию вадалия анна удаяна сна но Аллах отдали Илля отдали Илля у наших детей от поклонения идолам субханалла здесь хаджат здесь вы делите то есть Ибрахим он сам разрушил идолов Ибрахим потом даму Табуров постал самому большому идолу и сказал спросить его его отец его прогнал его отец на земле продавал идолов субханаллах его кирпичик вагон и Ибрахим в этот момент просил Аллах больше любви у дани и наабли о Аллах береги меня и мои детей поклонения идолам и субханаллах здесь хаджат удивительный этот аят ты Ибрахим ты же сам же их разрушил когда ты еще подошел когда был юноши тебя кирпичик вагон ты один как умна как община ты его делал умной ухалили урахмя когда принесет и друг и друг Аллах и ты говоришь о береге меня и моих детей и от поклонения идолам Кто может тогда себя обезопасить от бейси после Ибрахима? Если Ибрахим, алиссалям, такой дуа просил Аллаха, субханам ва-та-а-а-а-а. Поэтому если человек, кто не посчитает нужным, бережь свою религию, и будет никак быстро относиться к своей религии, и ставить религию на второй план, быть может так, что Аллах субханам ва-та-а-а-а-а-а-а-а-а-а, четко и ясно. Если вы отвернетесь, оставите свою религию, то Аллах заменит вас на другой народ, и они не будут подобны вам. Субханам, здесь есть хатар, здесь в этом аяте некое предупреждение, опасность, и человек легко будет относиться к своей религии, храму, халалу, поклонению, оставляться на что-то неважное. Если вы не будете ставить выше, ахирада, то может быть так, что Аллах заменит его на другого человека, на другой народ, и уходит лучше в религии. Во время Абрама, мадаллаху альху, был один малих и мурюк и хасадь, один правитель из хасадь, раньше был аравийский, сейчас уже аравийский просто вразилили иностранные. Саудаска Аравия, Эмират, Татар, Кувейн, Бахрейн. Раньше, во время Абрама, вот, это назывался Джазира Тааа. Джазира Тааа – Арамский залив, Персийский залив. И был на севере Персийского залива один король, правитель, он был неведущий. Про мухаммаду, саула Алейсаха, в Абраме, во время Абрама, Абрама 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 Адрама Альху, Абрама 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 Альху, отправил к нему Сахабе Джилиля, что признал его к Исламу. Он придал Ислам и придал к Сахабам Абрама Альху в Медину, был щедр по отношению к нему, с ним всегда сидел, разговаривал, мягко вращался. И когда делали талаф вокруг Каага, один арабы, бедный, бедный, нечаянно наступил ему на накидку сзади. В этот момент он развенился, он развернулся к нему и ударил его по лицу. Сухханава, как вот часто бывает, когда опять же ты видишься, бывает, что мы от этого Аллаха наберем, но бывает, когда видишь, что-то есть, какие-то деньги и так далее видят брата какой-то проходит, который там бедный и так далее, он не может там жестко ему ответить, что-то на него надарить. Субханава. Когда даже в машине едет, таксист там подрезан, на него ругается и так далее, есть там дорогая машина, извини, ничего страшного. Сухханава. Вот это случилось. А Умар Адаллахом несправедливый. И этот бедуин пришел к Умар Адаллаху, пожаловался. И тогда Умар Адаллаху сказал, Задай ему вопрос, зачем ты удалил его? Зачем ты это без силы, а хакилы? Почему ты его дарил по лицу? Аханг мусульм, твой брат мусульманин, он уже не специально наступил, и он извергился. Неужели я не задал этот вопрос, как бы по-другому решить? Обязательно надо сразу дарить, есть? Тогда Умар Адаллаху сказал, И тогда Умар Адаллаху сказал, Он не хотел этого, он не специально наступил. И тогда Умар Адаллаху сказал, уже понял, что он хочет самозвиниться и сказал, Говорит этому правителю, который был королем правителю, говорит, или ты извинишь сейчас перед ним? Он тебя простит? Или я тебя тоже так же дарил? Он тебя говорит. Он не посмотрел, что он был королем и так далее. Брат мусульманин, вместе молите. Тогда он отвечает, смотрите, он высокомерен его, как Адаллаху сказал, Я буду у него просить прощения. Я в королем, я в родитель. А он обычный человек, бедуя. То есть обычный, тогда Умар Адаллаху сказал, То есть смотрите, если он даже не хотел извиниться просто, тогда как бы тогда был Исан Умар и Гуда? То есть он не принял его удар в ответ. Он даже извиниться не хотел из-за высокомерия. Тогда Умар сказал, Адаллесида, Адаллаху сказал, Исна в тело вас одинакове. Между тобой и киприру сказал, Исна в тело вас одинакове, Адаллаху сухханалу ва Та'аллаху. Они думают, Вы в одном туслафе читаете на Маз, То есть, дамы, на Рабби, Аллаху, Одному Господу делайте ся ждать. Заднее, и за одни, и вам уволитесь? Это и нахуй перед ним, Нету между вами разницы. Тогда Умар не дает ему извинить тебя, Дай мне ее срочку до завтра, Я подпомню и потом приду. Он сбежал, не извинился, убежал, и вернулся на куфр, Вышел из-за стороны. После этого проходит время, одного из мусульман отправляют в Джибилля, и этот брат мусульманец, когда Джибилля, когда прибыл в Митину, он всегда рядом с ним был, вместе молился, выбрал другу. Вот идти проверим, посмотри, чем он занимается. Когда он пришел в Джибилля, опять на своем троне сидел, правителем, рядом вино, и вот когда он увидел, обрадовался, позвал этого сахата, рядом с правой стороны посадил. И тогда начал спрашивать, скажи мне про мусульмана. «Еще больше и больше мусульман приходит в Ислам. Ты видел мало мусульман, а мусульман приходит?» Потом он говорит, «Расскажи мне про мусульман. Что как он?» «Расскажи мне про мусульман?» «Расскажи мне про мусульман. Как люди его слушают, подчиняются. Какой он справедливый правитель?» И в этот момент у него тяжело стало в сердце. Вспомнил свое мусульман, когда он был мусульман. И хотел забыть. И повернулся к женщинам, которые раньше не пели у арабов. Сказал, спойте что-нибудь, какие-нибудь стихи. Он хотел тем самым забыть вот эту печаль. «Идин» «Сем сихи, как бы это было». «Уме сихи, как бы это было. Где-нибудь tranquilo, ходите, не петь мусульман». «Сем сихи, как бы это было. Загрузитсяそんな. «Или это за веру. Что в entries. Как следом заmis. Как следом заиму, сихи, он был мусульман. Узлана». «Ини, блин, то есть. Уъзлана» «Эптор» «Обит». 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 «Его. «Эптор». «Его. «Ав Congress» «Его Руга» Сказал такие стихи, говорит, оступился я от религии Аллаху, и задал удар по лицу. Говорит, если бы я сделал сабр в тот момент, и то, что меня задели, мою накидку, покрепил сабр, это было благо. Я продал два своих глаза, поменял на один глаз, то есть это такое красноречие, то есть я был заряжен и чувствовал слепым. Я лейтами, я лейтами, о, горе мне, если бы моя мама меня не родила бы на этот свет, о, если бы я послушал того слова, которое сказал мне, я лучше бы, чем я здесь сейчас сидел, я лучше бы, чем я был пастухом в кладах Рабиа или Муда. Потом, когда я начал плакать, и когда он вернулся в Медилу, Умар, Радулаху, спросил, увидел ты его? Да, Радулаху, увидел. Радулаху, увидел, что он пил алкоголь. И тогда Умар, Радулаху, просил за него хидай, но он умер на куфре и ушел, из-за этой религии и вечно находится в Адулаху. Поэтому, братья мои, Аллах в Куане говорит, если вы будете неверующим, отвернетесь от религии Аллаха, то Аллах не нуждается в вас. И Аллах также не желает из своих рабов, в куфр не верит. И также из больших причин, что человек отдаляется от религии, и Аллах субханом, сейчас уже Акзан, это сухга, сегия, когда человек общается с плохими ребятами. Поэтому мы должны следить за своими сыновьями, за своими племянниками, чтобы они не хотели, с каким-то непонятными людьми. Поэтому много людей братьев, субханом, увидели, это уже было, в намазе было в мечети, с кем-то познакомился и сбился с религией Аллаху. Поэтому Аллах в Коране говорит, этот человек, сколько людей будет жалеть, будет усать себя до вольтей. То есть, когда человек о чем-то сожалеет, он усает палец, на этом судоте, он будет усать свою руку одну до плеча, а вторую руку куда? К сожалению, он уже не сможет вернуться в доме и скажет, я ваилата, лейтали, ламм тахих фуладан халили, о горе мне. Если бы нельзя в этом человеке, как друзья, этот человек сбил нас в пути Аллаха, после того, как Аллах оставил меня на прямой путь, Аллахан шайтану всегда подшептывает, нашептывает все плохое. Поэтому просим Аллаха, мои братья любимые, сегодня мы в мечети, в поклонении Аллаху, чтобы до конца своих дней тоже мы были близки, могли гречь свою религию и были тоже на этой религии. Самое, что мы можем просить с вами, чтобы Аллах укрепил наши сердца на его религии. Аллаху майя му калбе бен кулуб, там разумеется. Аллаху майя му смеху в кулуб, смеху в кулуб на кулубе на костных, Аллаху майя му му bara в калетик, в нём, Редактор субтитров А.Семкин